Делай раз, делай два, делай три! Так, так, веселее! Больше жизни, друзья! Нам скучать здесь нельзя! Физкульт-привет! Я Вихров Михаил, неоднократный победитель первенства Европы и мира. Я представляю Новгородскую школу спортивной акробатики, которая воспитала немало известных чемпионов и прославила наш город на весь мир. Заснеженная бетонная площадка в Кричевицах старт нового сезона соревнований по авто-многоборью. Первый этап первенства и чемпионата Новгородской области из северо-запада России. Организаторов очень беспокоила погода. Буквально накануне условия были совсем другие. Но ночная метель внесла свои коррективы и в результате получилась настоящая зимняя трасса. Вчера звонили, говорили, небольшой ледик и бетон. Сегодня снег вылетел неожиданно. Вы были готовы к этому? Да, резина была с собой взята. Сделали по погоде, как говорят летчики. Поэтому я думаю, что трасса и максимально сложная, потому что здесь требуется не столько мощность автомобиля, сколько умение пилотировать в такой сложной обстановке. В общем-то, поэтому итоговые результаты, они будут ясны, когда мы проведем все заезды, и будет ясно, кто умеет пользоваться машиной вот в таких вот сложных дорожных условиях. В общем-то, и главная задача, чтобы автолюбители научились ездить вот в таких обстановках. В соревнованиях приняли участие 35 гонщиков из Саратовской, Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга. Им предстояло выполнить по два заезда на двух этапах. Первый – это сама трасса, второй – развороты. На первый взгляд, ничего сложного, но в таких погодных условиях не просто было даже фаворитом. Это, можно сказать, еще не финал, трасса еще не слишком трудная, будут сложнее фигурки. И еще снег, нельзя слишком быстро ездить на снегу, может занести и все. Не предполагал, что будет такое большое количество ошибок, но прежде всего, конечно, ошибки на финише, потому что участники, которые стартуют в конце канала, они предусмотрели то, что уже накатана финишная зона, что будет очень скользко, начинает тормозить поздно, и машина несет, они уезжают за габарит зоны финиша и, соответственно, получают штрафные очки. Но это уже, опять-таки, надо предугадывать обстановку. На дороге ведь ошибок никто не прощает. Скользко очень, и, как бы, вот, по-моему, проехал базу. Не знаю, сейчас будем смотреть. Тут трассу вроде более-менее. Здесь ехал хорошо, быстро, но вот базу, как бы, ну, скользко. Машина остановилась. База, вот, как бы, между двумя стойками нужно вот остановиться серединой автомобиля, чтобы не переехать, наверное, обратно. А там, вот, как бы, сделана трасса такая, более на маневренность. Показать свою маневренность. Здесь более, как бы, ну, на скорость, но тоже маневренность. А там вообще чисто маневренность. Скорости вообще никакой нет. На этих соревнованиях нет деления на классы автомобилей. Только по полу и по возрасту пилотов. Поэтому в одной турнирной сетке выступали гонщики на машинах с передним, задним и полным приводом, с различным объемом двигателей. Некоторые даже приступили к переоборудованию своих болидов под настоящие раллийные гонки. Как бы, она здесь готовится, как бы, уже вот, вот мне 18 через год. Как бы, и вот она готовится более уже к тем соревнованиям большого уровня уже. А эти пока вот езжу сейчас для получения разрядности. Ага. То есть там уже раму начинаете варить? Ну да, надо будет каркас варить, все. Пока в стандарте, вот я прошлый год ездил, там же стандарт класс есть. Как бы, можно на стандартных машинах участвовать. Здесь, в принципе, ничего не сделано. Подвеска, мотор там чуть-чуть, и все, как бы, она стандартная. Так как в гонке участвуют стандартные автомобили, особое значение уделяется безопасности. Поэтому в данном виде автоспорта могут принимать участие подростки. Именно здесь они приобретают опыт вождения и зарабатывают свои первые спортивные разряды. Папа посадил, научил еще на форде трандить. У меня в лет шесть еще. Пока еще там на коленках. Потом уже сам начал ездить на дизеле. Это легче ездить, учиться там. Можно сцепление вообще отпускать сразу. А так вот именно заниматься начал с десяти лет автоспортом. Родители на картинге меня сначала не хотели отдавать. Думали, это опасно. Но потом, когда я понял, что уже получается, надо дальше продвигаться. Все знаменитые гонщики, которые сейчас формула-1 в ралли, они все с картинга начинали. И дальше так вот по каждой ступеньке набирались до таких высот, как сейчас. Главная наша задача – это проводить большое количество соревнований для людей без ограничения по возрасту. Потому что здесь первенство – это с 12 лет соревнования. И здесь очень много участников. Приехала команда из Саратова. Это как раз взрослые подростки. Наши участники, ребята, выступают. А мы готовы к первенству России, который приехал в те времена из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург выступает. Нина Добрецова – это серебряный призер первенства России прошлого года, 16-го года. То есть довольно-таки сильные участники. Поэтому главная задача, чтобы в безопасных условиях могли повышать свое мастерство автолюбителя. И, в общем-то, эти соревнования максимально доступны для всех. Потому что можно участвовать на стандартных машинах абсолютно любому человеку. Для этого нужно подвести лицензию Российской Автомобильной Федерации. Она не такая уж и дорогая. И участвовать в таких соревнованиях. Сезон только начинается. Впереди соревнования в различных сериях, где проявить себя могут и опытные гонщики, и новички. Мужчины, девушки и подростки. Всего в предстоящем году в нашей области запланировано более 20 различных стартов. Принять участие в которых при желании может любой автолюбитель. Получить заряд адреналина, проверить себя и улучшить свои навыки вождения. Матч «Новгородские медведи рэмпэйдж» квалификационного раунда, теперь уже традиционного турнира по зальному алтимату, который в свое время окрестили экватором. Намекая на сроки его проведения примерно посредине сезона, игры с тарелочками в помещении. На самом деле, это генеральная репетенция куда более значимых соревнований «Лорд Новгород» неофициального чемпионата страны по зальному алтимату, который состоится у нас в 20-х числах февраля. Мы в пятером приехали, в общем, сыгрываться. Нас не очень много, но мы как раз-таки работаем над связочками, поэтому я думаю, это будет полезно. Все обкатывают свои финальные составы, потому что до ключевого турнира осталось больше месяца. Чуть-чуть совсем больше месяца, поэтому нет смысла, что молодежь здесь играют уже на полную и финальную подготовку. Новгородские «Медведи» в этом году собрали очень хорошую команду. У них есть пару игроков из питерской команды «Флайнг Слэпс», которые обязательно, я думаю, усилят эту команду, и они смогут бороться за самые высокие места. Команд, конечно же, меньше, чем на «Лорде», но лидеры отечественного алтимата стараются не пропускать экватор, хотя бы и в усеченных составах. Открытый дивизион в этом году собрал 11 команд, женский – 8. Вроде бы участников не так уж и мало, но в квалификационном раунде трибуны выглядят пустоватыми. Сегодня такой промежуточный турнир, но он классный. В любом случае, много еще людей в окровании играет, поэтому в этом зале собралась только часть команд. Ну, я думаю, завтра, когда все приедут сюда, и все игры будут здесь, здесь будет намного больше народу, и будет пооживленнее и поактивнее, будут трибуны болеть за ребят, и будут красивее еще, наверное, игры. Еще относительно недавно «Алтимат» был очень молодым, по большей части студенческим видом спорта. Но сейчас на площадке уже появились заслуженные ветераны игры. Парни и девушки, которые окончили свои вузы и не расстались с любимым видом спорта. Ну и, конечно, постоянно появляются новые сильные игроки. Каждый год думаешь, ааа, нет, потом нет. Тренировки, 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 и на турнир все равно хочется поехать, без этого никак. Ну, как же уже работа, наверное, там? Она подстраивается под «Алтимат». Ну, лично я выбрал этот спорт, потому что мне нравится культура паса, мне нравится игровой драйв, мне нравится мой клуб, моя команда. Я здесь очень себя комфортно чувствую, и этот вид спорта, он больше всего мне подходит, наверное. Даже на предварительном этапе многие игры проходили в упорной борьбе. Вот и московский ремпейдж полностью оправдал свое название, оказывая сильным новгородским медведям действительно яростное сопротивление. Эта игра не предусматривает физического контакта и, в принципе, должна отличаться дружелюбием и умением договариваться с соперниками в спорных ситуациях. Судей в «Алтимате» просто нет. Зато есть дух игры. Матч «Медведей с яростью» получился довольно конфликтным, и переговоры порой переходили в перебранку. Но потом ребята помирились. Мы стараемся улыбаться, пятюни давать, в общем, быть на позитиве, потому что это важно все равно. Не важно, на каком уровне ты играешь, ты должен хорошо относиться к своему сопернику, так же, как к себе, поэтому мы стараемся. Лучше доказывать всегда своему сопернику, своими мастерствами, своей профессиональной игрой, что ты реально сильнее его, нежели провоцировать его на агрессию, создавать какие-то неприятные ситуации, которые, например, часто бывают в футболе, это симуляции, куча каких-то непонятных фолов и тому подобное. У нас здесь все честно, и побеждает сильнейший, и это видят все, и это чаще всего достигается именно хорошим духом и профессионализмом игровым. Если говорить о спортивных результатах турнира, то в финале открытого дивизиона наши медведи уступили столичной команде Лаки Эсзе, а сильные Окси Диско оказались только на шестом месте. Среди женских команд космические девушки доказали, что они в пятером сильнее всех, а второе место неожиданно заняли новгородские молодые. Ставить перед собой цель, идти к ней, работать на тренировках, четко выполнять указания тренера – это и есть настоящий рецепт спортивных побед. Физкультура. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ